МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите национальное телевидение Чувашии. С вами программа законодатели и я, ее ведущая, Ольга Панова. Здесь мы говорим об основных событиях и темах из жизни народных избранников. Новый телевизионно-парламентский сезон открывает интервью со спикером Госсовета Чувашии. Юрий Алексеевич, сегодня мы с вами открываем парламентскую осень. Буквально на днях состоится очередная, уже 32-я сессия Государственного совета. И в числе прочего депутатам предстоит принять поправки в бюджет 2015 года. Каковы тенденции? Да, конечно, мы открываем вторую половину свою депутатскую деятельность в парламенте республики Чувашии. Да, важные задачи, много вопросов у нас сейчас на предстоящей сессии будем рассматривать. Наверное, бюджет, учитывая, что везде кризис, обстановка не очень-то такая, но в основном мы ведь дополнительный денег с федерации получили. И, конечно, там постатейно будем рассматривать, где невыполнение идет, где, наоборот, не хватает. Вот эти, наверное, статьи будем более конкретно рассматривать на предстоящей сессии. Бюджет будущего 2016 года верстается в достаточно непростых экономических обстоятельствах. Прогнозируется падение по многим налоговым сборам. Так вот, к чему республики готовятся? В каких направлениях мы будем затягивать пояса? Какие статьи останутся неприкосновенными? Да, нынче принятие бюджета, конечно, это будет совсем по-другому. Если мы в тех годах принимали на три года, на этот год мы планируем только на 2016 год. Потому что уже в проекте федерального закона первой статьи рассмотрено, закон об особенностях составления и утверждения проектов бюджета. И нам предстоит, во-первых, вот этот законопроект вначале принимать, а потом только где-то в числах, наверное, до 15 октября. И после 15 октября мы подойдем к рассмотрению республиканского бюджета на предстоящий 2016 год. Но детали пока нам они неизвестны, потому что кабинет министров еще не рассмотрел. Ну, предстоящий бюджет, я имею в виду. Поэтому пока рано о чем говорить. Но те статьи бюджета, которые именно на поддержку образования, на здравоохранение, на культуру, они как были, так и остаются. Разговор даже об уменьшении этих статьй речь не идет. Наоборот, при возможности мы будем эти статьи увеличивать. А Государственный Совет, он может подать пример экономии остальной республики? Ну, да, мы уже на той сессии приняли сокращение статьи на заработную плату. Поэтому, конечно, не только мы, и правительство приняли такое решение, постановление. И Госовет на эти цели, конечно, будем сокращать. Я предлагаю отвлечься от финансовой тематики. Хотелось бы, чтобы вы перечислили, назвали темы, над которыми парламенту предстоит работать, для того, чтобы в этом году, в будущем году республике жилось лучше. Все законопроекты, они более-таки рабочие все. Некоторые там во втором части не будем рассматривать, которые мы еще до парламентских каникул рассматривали. Это все законопроекты, которые как бы в рабочем порядке, которые Государственный Совет должен рассматривать. Но если взять, что предстоит такое интересное, я думаю, это интересно будет именно рассмотрение кандидатуры на должность председателя Кабинета Министров Чувашской Республики. Потому что не всегда мы, депутаты, рассматриваем. Госовет на своей сессии должен утвердить кандидатуру, которую внес уже глава Чувашской Республики Михаил Васильевич Игнатьев. Кандидатуру вы уже все почти знаете. Это Матурин Иван Борисович. Человек достойный. Я думаю, никаких вопросов к Ивану Борисовичу не будет. Он человек не политики, он именно профессионал своего дела, который непосредственно занимался производственной экономикой республики. Илья Алексеевич, а как Вам кажется, нуждается ли структура Кабинета Министров в перестройке? Да, сейчас идет как раз формирование Кабинета Министров. Там собеседования, порядки какие. Это, конечно, право главы Чувашской Республики. Но, тем не менее, он с нами советуется, мнение узнает. Таких больших изменений, я думаю, в Кабинете Министров не будет. Но по структуре, конечно, кое-какие небольшие изменения там и время, и сама жизнь она напрашивает. Поэтому, я думаю, какие-то изменения именно в структуре министерства, они будут. В республике на всех уровнях говорится о необходимости и важности привлечения в экономику инвестиций. Так вот, вопрос к Вам не только как к законодателю, но и как к человеку, который пришел в эту сферу все-таки из бизнеса. Что мы можем сделать такого, чтобы привлечь сюда капитал, для того, чтобы он здесь не просто обосновался, а чтобы он работал, работал эффективно, приносил прибыль, создавал рабочие места и так далее? В этой теме много мы и так сделали и делаем. Это всякие законодательные акты, которые мы принимали, законы для привлечения инвесторов в республику. Не только своих российских, но и иностранных инвестиций. Наверное, есть какая-то часть заслуг и государственного совета, потому что в рейтинге мы сейчас занимаем в России 9 место по привлечению инвестиционной привлекательности в республике. Вот та работа, которую совместно мы с исполнительной властью делаем, я думаю, на этот момент он неплохой. Инвесторы приходят, и иностранные, и свои предприятия открывают. Ну, тяжело. С другой стороны, вот как некоторые регионы, мы не можем финансово больших влияний на это оказывать, потому что у нас такой бюджет, он скромный по сравнению с другими субъектами. Конечно, если бы более такой и финансовая поддержка была бы, инвесторов мы могли больше привлечь. Но, тем не менее, сделано много и делаем это направление. В составе депутатского корпуса госсовета как раз-таки очень много таких людей, которых можно назвать активными инвесторами. Так вот, они в условиях этой нестабильной экономики, они с уверенностью смотрят в будущее, они готовы продолжать вкладывать? Многие мои коллеги, которые непосредственно занимаются производством, руководители крупных предприятий, много делают. Взять, например, Аконт Иванов Илья Николаевич, взять, например, фирму «Аугус» поселка Вурнары. Они каждый год инвестиции несколько миллионов, десятков миллионов вкладывают на развитие и создают дополнительные места. Ну, конечно, не только они, многие другие, не только депутаты. Таких у нас в республике инвесторов своих, местных, очень много. Взять того же самого, это Ермолая Владимировича, Богданку строит, птицефабрику восстановил, взять других, например, строительную сферу. Очень много делается, ведь у нас строят жилья. Это и депутаты Угаслов, и другие, они депутаты, фирмы, которые местные. Поэтому у нас в городе достаточно жить приятно, потому что цены и на жилье, и продукты питания, они довольно-таки по сравнению с другими регионами дешевле. В 2016 году нам предстоят выборы в Государственный совет. Срок полномочий Госсовета 5-го САЗЭВ заканчивается в декабре. Так вот, будет ли приниматься решение о том, чтобы дату выборов перенести на 2-е воскресенье сентября, на единый день голосования? Ну, тот и сама законодательство Российской Федерации, она требует, чтобы мы перенесли именно выборы в Государственный совет в единый день голосования в сентябре. Мы это сделаем, конечно. А что касается выборов, это просто такой инструмент, где людей, например, выборы главы состоялись. Там именно кандидат, который должен доказать себе, что он может, что он умеет этого делать. Например, я сказал глава. Глава, он должен руководить республикой и в то же время сделать все условия для жителей республики. Вот у него, мне кажется, за эти вот те предыдущие годы, за 5 лет работы, у него получилось. 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 И благодаря этому, наверное, люди пришли на выборы и голосовали за него. 65% избирателей – это достаточно неплохой результат. Предстоящие выборы, они тоже такой момент, когда депутаты должны показать и доказать перед своими избирателями, что они сделали, что они могут сделать. Не только словами. Во время предвыборной кампании, которые обещают словами, и в итоге, после избрания, они пропадают. Ну, не пропадают, но не выполняют свои обещания. Вот, наверное, я думаю, у нас наши избиратели, жители Чувашьей республики, уже в этом деле начали понимать. И понимая, они идут на такие выборы и голосуют с сердцем. Вы достаточно часто ездите по районам, встречаетесь с населением. Так вот, ну, наверняка вам видно, и люди, может быть, этого и не скрывают. Депутаты, избранные от сельских районов, они эффективны, они появляются, они помогают? Всем 100% довольны, никогда никто не может быть. Но, в основном, я вот езжу практически во все районы и наблюдаю за ходом работы моих коллег-депутатов. Но, в основном, положительные оценки, отзывы идут со многих округов. Поэтому депутат, который он взял на себя обязательства, которые при выборной кампании он обещал, радует, что многие исполняют и выполняют. Я смотрю, когда какой-то законопроект, именно, или бюджет, многие депутаты по округам стараются, чтобы в своих округах у них было больше сделано там. Те обещания, обещая перед своими избирателями, многие депутаты хотят свои обещания выполнять именно по своим округам. Это и по строительству садиков, ремонт школ, такие программы, которые они... Ремонт дорог, сейчас вот эта программа «Сельские дороги» пошли у нас тоже. Все хотят лоббировать свои интересы по своим районам. Это говорит о том, что они, на самом деле, стараются за тех людей, которые их непосредственно избрали. Зачастую приходится слышать, вот вы депутат дайте, вы должны дать денег, вы должны пойти что-то сделать, вы должны построить. Вот все-таки депутат – это спонсор или это инструмент? Да, такие разговоры иногда появляются. Да, на самом деле, надежды у избирателей на депутатов они большие. Поэтому и у депутатов и власти есть, они могут решать вот эти вопросы. Но не как спонсор, вот эти программы, которые непосредственно принимаем, по этим программам они могут многое решать в своих округах. Поэтому то, что народ просит, вы депутат и сделаете, да, какие моменты, конечно, там практически невозможно сделать, но какие-то при желании можно исполнить. Поэтому, с другой стороны, и правильно просят избиратели, но с другой стороны, вот там в пределах, конечно, рамки и в пределах этих программ только. Но личный карман, если он депутат, олигарх там большой, он и такие есть у нас, конечно, там или в частном порядке много делают, для проведения каких-то вот отдельных мероприятий, проведения спортивных мероприятий. Конечно, и из своего кармана дает для проведения. Поэтому и так помогают, и из своего кармана тоже многие депутаты делают такие добрые дела. А какой процент обращений поступающих в госсовет удается решить положительно? У какого-то депутата он равняется там чуть ли 70-80 процентов. Ну, это очень хороший результат. У некоторых там поменьше. Ну, конечно, там пришли, например, многодетная семья на прием к тебе и сказали, сделайте нам квартиру. Ну, моментально вот такие вопросы их решать практически невозможно. Поэтому от того, каким обращением приходят избиратели и что они заявляют, от этого тоже многое зависит. Вот это показатель исполнения своих наказов перед избирателями. Депутаты, вот они не только вот работают над законотворчеством, они многое делают для того, чтобы поднимать экономику. Экономику без законов, без нормативно-правовых актов ни одно решение не принимается. От того, какие законы и какие правовые нормативные акты, от этого тоже многое зависит. Поэтому я смотрю, наблюдаю вот те непосредственно, которые работали там в экономике. От этих депутатов вот качество законопроектов, предложений, которые они вносят, выходит, таких хорошие, нормальные для именно жителей, для наших избирателей вот такие законы. В сентябре в республике выбирали депутатов органов местного самоуправления и главу Чувашии. В последний раз руководитель региона всенародно избирался 15 лет назад. В 2015-м более 65% жителей Чувашии отдали свои голоса Михаилу Игнатьеву. Специалисты называют эту выборную кампанию самой спокойной и интеллигентной в истории Чувашии. Я участник всех выборных кампаний президента Чувашской республики, главы впоследствии, начиная с 1991-го года. Помню, эти выборы не состоялись. Потом выборы 1993-го года, 1997-го и последние выборы президента Чувашии 2001-го года. Так вот, могу сказать, что главной особенностью последних выборов, состоявшихся в сентябре этого года, на мой взгляд, является то, что ни разу до того, ни разу до этого ни один из кандидатов в первом туре не набирал 65%. Это великолепная, грандиозная победа. Этого не было за всю новейшую историю, вообще в истории Чувашской республики, Чувашского края. Это во-первых. Во-вторых, конечно же, надо отметить и хорошо организованную предвыборную кампанию, культурную, аккуратную. Но в этой основе, в этой кампании есть еще одна основа. На мой взгляд, это то, что сделано за последние 2-3-4 года. Нам тоже было проще общаться с избирателями, поскольку мы знали, что столько работы сделано, допустим, в области физической культуры и спорта, какие объекты построены, да, какое внимание оказывалось к культуре и искусству, что сделано в школах. Нам было очень легко объяснять, вот 41 детский сад, построенный за последние годы, 100 фельдшерско-акушерских пунктов по всей республике за 3 года. За 2 последних года это 68 отремонтированных спортивных залов при школах наших образовательных организаций. Вот это основа основ. И мы говорили, мы не обещали ничего, и глава Чубарской республики тем более, но мы говорили, что это мы сделали, это мы сделали сегодня, это мы сделаем завтра, а это мы сделаем послезавтра. Выборы прошли, конечно, очень спокойно и очень плодотворно. Почему? Потому что вот первое мое впечатление сейчас после тех выборов, которые раньше были, это возрос понимание людей, избирателей. То есть они понимают, кого, куда выбирают. А выбирать было, значит, человека, который что-то сделал хотя бы для начала. А вот то, что последние годы, которые Михаил Васильевич руководил в республике, это было сделано, и люди это видят. То есть сегодня люди начали голосовать с пониманием проделанных дел, а не пустых обещаний, которые будут. И своих выступлений Михаил Васильевич не, ну, как сказать, постоянно делал на то, что надо делать. Он не говорил, что я обещаю, а вот он говорит, надо то делать, надо это продолжить. Вот мы достигли этого уровня, значит, это будет. Он говорил еще так, что ни завтра, ни послезавтра были такие слова, что, ну, вот не с 5 лет, но через 7 лет это будет сделано. Надо это так делать. Вот это как раз, наверное, и повлияло в понимание, умы избирателей, что они действительно хотят будущего. Они вот сиюминутные там листовки прочитали, как будто кто сказал, кто писал эти листовки, непонятно. А вот глазу на глаз встречи избирателям он этого добивался, чтобы сам лично, и чтобы вот это, конечно, сыграло большую роль. Но я не хочу сказать, что это неожиданность. Это, скорее всего, это планомерная, итоговая работа в течение 5 лет, и что хочет будущая глава, и что хочет народ. Вот это, оно, совпадение получилось, и поэтому выборы прошли так спокойно. Вступление в должность Михаила Игнатьева состоялось спустя неделю после выборов и прошло по всем канонам церемоний инаугурации. За чтением клятвы и рукой на Конституции. Должностной знак на грудь избранного главы Чувашии возложил спикер Госсовета Юрий Попов. В торжественной церемонии вступления в должность участвовали депутаты Государственной Думы России, представители органов власти соседних регионов, депутаты Государственного Совета Республики, главы районов, руководители предприятий и ведомств. По их мнению, стабильность в республике – результат слаженной работы всех ветвей власти. Мы с гордостью смотрим на вашу республику. Она разбивается и экономически, и благоустраивается, потому что сегодня нам в пример ставят город Чебоксары. Да любой населенный пункт – это культура, это чистота, это новый формат поведения граждан, которые относятся очень по-доброму к тому месту, где проживают. И у нас многие приезжают сюда и перенимают опыт, и взаимный обмен, я думаю, нам на пользу. Вы знаете, мы как соседи очень здорово и сильно следим, наблюдаем за развитием агропромышленного комплекса Чувашской Республики. И я искренне хочу порадоваться за своих коллег, которые за последнее время сделали очень сильный прорыв в инновационном, сильном развитии вообще БК и сельского хозяйства вашей республики. Я хочу отметить, что в плане инвестиционной привлекательности сегодня Чувашия стоит в Приволжском федеральном округе на одном из самых первых мест. Регионы, они близки по своей структуре и по экономике, и по численности населения. Поэтому то, что сегодня делается в республике, я думаю, что это залог будущего развития экономического, потому что республика строится, очень много появляется новых жилых кварталов, развивается экономика республики, развивается сельское хозяйство. Я думаю, что Михаил Васильевич уже на свой новый срок, на свой новый период работы как главы республики, он сумеет и удержать вот то достигнутое, что сделано на сегодняшний день в регионе и пойти дальше. Михаил Игнатьев принял присягу. Клянусь при осуществлении полномочий главы Чувашской республики соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы Конституции Чувашской Республики и законы Чувашской Республики, а также исполнять указы президента Российской Федерации и постановления правительства Российской Федерации, уважать и обеспечивать права и свободы человека и гражданина, с честью выполнять высокие обязанности главы Чувашской Республики, верно служить народу. С вступлением в должность главы региона от имени президента России поздравил заместитель полпреда в Приволжском федеральном округе Олег Мельниченко. Уважаемый Михаил Васильевич, поздравляю вас с официальным вступлением в должность главы Чувашской Республики. Вам предстоит серьезная ответственная работа, направленная на комплексное развитие региона, его экономики и социальной сферы. И, конечно, в центре вашего внимания должны быть вопросы повышения качества жизни людей, эффективные решения тех проблем, которые волнуют граждан. Желаю успехов и всего самого доброго. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. На служение народу главу республики благословил митрополит Чебоксарский Чувашский Варнава. Михаил Игнатьев поблагодарил всех, кто работал в его команде предыдущие пять лет, кто помогал ему в предвыборной кампании. Благодарю всех избирателей Чувашской Республики за оказанное доверие мне. Кандидату от Всероссийской политической партии «Единая Россия» с отдельными словами благодарности обращаюсь к трудовым коллективам, активистам, ветеранам, лидерам общественного мнения, представителям общественных организаций, которые оказали мне неоценимую поддержку в ходе предвыборной кампании. Дальнейшие наши достижения могут основываться только на эффективной работе органов власти всех уровней. Мы последовательно ведем борьбу с коррупцией, совершенствуя законодательства в этой сфере и используя инструмент народного контроля. Снижение административных барьеров, повышение информированности населения о работе федеральных, республиканских и муниципальных структур, открытость и прозрачность их действий помогут нам решить многие вопросы. Впереди большая и серьезная работа по дальнейшему социально-экономическому развитию республики. Глава республики рассчитывает на команду единомышленников. С вами были законодатели. Я Ольга Панова прощаюсь. До встречи в октябре, где вас ждет еще больше событий и тем из жизни регионального парламента. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова